В новом году маленьких зрителей, маленьких красноярцев ждет сюрприз и устроят его в Краевой филармонии. В первые дни января там покажут спектакль «Неновогоднее приключение Кузнечика Кузи». Спектакль этот необычного формата, и в необычном формате сегодня наш первый утренний гость, заслуженный артист России Юрий Мосов, который, собственно, и играет Кузнечика Кузи. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рассказывайте, в чем необычность этой постановки? Значит, то, что там будет необыкновенное приключение Кузнечика Кузи, если все наши маленькие зрители, я так думаю, что папа и мама тоже самое видели мультик, называется он «Приключение Кузнечика Кузи». Это все эти необыкновенные приключения, которые происходили и на небесах, и в воздухе, и в космосе, и все как бы это мы хотели бы немного рассказать нашему дорогому и любимому всеми ребятишками, и папой, и мамой, и деду Морозу. Дед Мороз у нас будет на этом представлении. Ну, сначала приедет к нам Снегурочка, который скажет, что вот у Дедушки Мороза есть одно тоже желание. Какое? Дедушка Мороз все исполнять для всех, а у него увидеть хоть краешком глаза, взглянуть, что такое лето. Так. Да. И вот это вот лето Кузнечик Кузик как раз будет рассказывать об этом и Жук Харитон, и популярные луговые артисты. Это у нас-то бокальная группа с гитарами, с песнями. Все это будет у нас демонстрироваться в зале торжеств. И у нас как бы будет такая васильковая поляна, красивая, с видеозарисовками, которые у нас будут демонстрироваться все это дело. Да, конечно же, елка будет у нас стоять. И вот эта вот красота, которую мы должны сохранить обязательно. Потому что Земля у нас такая маленькая. Потому что в течение всего этого представления ребятишки вместе с героями попадают еще и в космос. Вот, мы правильно понимаем, что раз полянка, раз какое-то движение, движение, ребятишки не будут сидеть смирно в креслах. Нет, и не будем слушать. Они даже отправляются сначала у нас на Воробьиную дискотеку. Да, куда приглашают Жук Харитон и Кузнечик Кузик. И они все вместе, всей этой огромной толпой отправляются на эту дискотеку. И там танцуют, отрываются по полной программе. Но после всего этого еще приходит корова Муренка, которая тоже вместе с ними танцует, пляшет. И после этого, но это были только хорошие новости о приключении, все начинаются на Васильковом лугу. И они вновь возвращаются на Васильковый луг, и вот здесь вот начинаются приключения. И эти приключения появляются с тем, что на эту полянку опускается летающая тарелка. Вот, а вот уже спойлер пошел. Летающая тарелка будет. Из летающей тарелки появляется инопланетянин и сообщает, что Кузнечик Кузик должен спасти планету Туами. Но эту песню, наверное, все-таки слышали все. Потому что все, которые песни будут звучать в этой программе, написаны замечательно, прекрасно. Музыкантом, певцом, композитором Юрием Антоновым. Так что песни для папы и мамы, это тоже такая ностальгия. Слушайте, ну да, это же скорее для папы и мам, не очень в общем детские песни. Нет, ну что вы же. Все песни, которые там звучат, это все для детей. Михаил Присковский написал все это произведение, Юрий Антонов написал музыку. Все мультик смотрели, слушали. Ну, песни великолепные, музыка, мелодичная, красивая. Не бум-бум-бум. Давайте так, а мы можем попросить вас исполнить кусочек монолога? Нет, я там не... А, монолог. Да, хотим. Значит так, получается, они когда приезжают на воробьиную дискотеку, там сообщается, что... Боже, смотрите, как здесь красиво. Все сверкает, да, блестит. А толпа-то какая собралась. Не только воробьи, по-моему. Смотрите, расфуфыренные бабочки. Любопытные стрекозы собрались здесь, да. Смотрите, смотрите, а на сцене какой растрепанный воробей стоит, да. Даже такой растрепанный, что даже на холке у него перышки торчком торчат, да. Это солист группы, смотрите, на желтой махе написано. Чирик, 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 кто оно? Это же солист группы Птенчики. Вот в таком духе все это будет происходить. Естественно, как бы есть жокей, который работает, все это заводит, раскручивает, все это делает. И они все пляшут и танцуют. И, между прочим, они придумали там замечательную песню, исполняются на воробьином языке. Да, но припев такой, ну, его все запомнят. И все ребятишки тоже вместе с солистами группы будут исполнять эти песни. И плясать, и танцевать. Вот в чем заключается мастерство настоящего артиста. Он на протяжении длительного времени очень ярко и красочно рассказывает обо всем этом действии, но я все равно не могу понять, о чем сюжет, понимаешь? И поэтому хочется посмотреть. Нет, а вот самое главное, о чем все это дело. Дедушка Мороз всегда приходит на праздники, на Новый год. Ребятишки ждут подарки. Он им приносит, он исполняет все их желания. И вот заканчивается Новый год, и все уже такие сонные, и все такие уставшие. А Дедушка Мороз, вот эту программу, которую он придумал для этого дела, чтобы все-таки радость, которая жила у него, потому что не только на Новый год, а в течение всего года. О, это здорово, правда. 365 дней, и вот эту радость мы должны дарить каждый день. В этом вся идея всех этих вещей. А, у вас есть шляпо, волшебное? Это волшебное. Это как раз кузнечик Кузя, который будет присутствовать у нас там. То есть это меняется, вот этот шутный ютон. То есть вот появляется у нас кузнечик. Так, управляем. Вот, кузнечик Кузя, будешь? Здравствуйте. Да-да-да-да-да-да. Вот теперь он такой и будет все время разговаривать там то же самое. Волшебство не в том, что мы так и не узнали, в чем сюжет. Волшебство в том, что мы, по-моему, со Славой нам на двоих, сколько с тобой? Почти 50 лет на двоих. Но мы готовы прыгать вместе с вами, ощущать себя в качестве этих самых ребятишек. Пойдете в детство немножко там, подолжаетесь, попрыгаете, да? Это хорошо. Особенно под клевую музыку, там очень хорошая музыка будет звучать. На какой возраст? Под клевый-то имеется в виду, под воробин. Воробины у нее все клюют. А, вот и что. На какой возраст рассчитывается спектакль? Значит, ребятишки, которые приходят туда, это, конечно, ну, кто уже может двигаться. Уже все. Это пошел, все, может приходить. От года примерно? Да, ради бога. Где и когда самое главное нам напомните? Так, в самом начале было сообщено, что это была Красноярская филармония, большой концертный зал. А в этом большом концертном зале есть еще зал торжеств. Так. И вот там все это и будет. Какого числа во сколько? Значит, четвертого, пятого, шестого, восьмого, даже не побоюсь такой цифры, тринадцатого числа, эти будут представления. Так что, ура, товарищи! Уважаемые родители, выбирайте! Все на дискотеку! Побирайте число, а уважаемые дети, я думаю, что от родителей теперь не отстанут, обязательно захотят познакомиться с таким кузнечиком. Конечно, приходите, жук Корито, кузнечик Кузя, корова Муренка, инопланетяне, бимбула, который появится там. Все это будет для вас. Мы, в свою очередь, несказанно рады знакомству с артистом Юрием Моссом, заслуженным артистом России. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Зарядили позитивом по полной программе. Веселье вам и после Нового года в празднике тоже. С добрым утром, да? Доброго утра. С добрым утром на Енисею.